Азори здесь тихие. Это повесть Бориса Васильева, которую должен прочитать каждый. Еще в 1972 году по ней был снят замечательный фильм. А в честь 70-летия побед решили еще раз вспомнить историю пяти героических зенитчиц и выпустили новую киноверсию. Поиска ваша прибыла. Первое и второе отделение третьего взвода пятой роты отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта. Как вы считаете, чем эта картина будет отличаться от картины 1972 года? Я думаю, что об отличиях и разнице должен судить зритель. Перед нами стояла задача напомнить удивительную историю, рассказать о настоящих героях. Сценарий был написан очень близко к повести, очень мало что было изменено. И надеюсь, что мы максимально близко и достоверно прочли это литературное произведение. А сколько лет вам впервые было, когда вы прочитали книгу Бориса Васильева? Наверное, я училась в восьмом классе в школе. Я помню, что у меня были мокрые глаза и ком в горле, впечатление ужаса и непоправимости происходящего. И, конечно, восторг перед человеческой силой воли и бесстрашием. А трудно ли было сниматься в условиях природы Карелии? Безусловно, было трудно, поскольку погода была очень переменчивая. И нам приходилось несколько раз переснимать какие-то кадры, какие-то дубли. Потому что в одном кадре светит солнце, в другом набежала тучка. И это уже не монтажно. В итоге нам приходилось снимать все в двух вариантах. Первое время у нас у всех были синие коленки, потому что первые две недели мы жили исключительно ползком. Скалы очень жесткие в Карелии, комары очень большие, болота очень мокрые. Я почему-то вспоминаю эту экспедицию с огромным восторгом. И для меня это было так радостно оказаться в этих красивых местах. Я просто влюбилась в это северное лето. А вот я знаю, что вместе с вами снимался очень маленький мальчик, которому еще и годика не было. Как он вообще относился к событиям вокруг? Ну, мне кажется, что о шестимесячном человеке трудно судить, как он к чему относился. Но в первый же день ему пришлось перенести беготню через поля, через леса. И взрывы, и угарные дымы, и пожары, и крики, и вопли. Мы все за него очень переживали и с восхищением смотрели на его маму, которая стойко все терпела. Рядовой Камелькова. Я. Рядовой Четвертак. Боец Бричкина. Боец Гурвич. Приказываю всем бойцам держать фронт. Скажите, а если бы вы выбирали героиню сами, кого бы вы выбрали? Риту Асянину. Риту Асянину. Этот персонаж заставил меня вспомнить, что я очень сильная и бесстрашная. Современные визуальные эффекты, новые технологии, киноприемы. С их помощью режиссер Ренат Аблетерф постарался сделать события военных лет понятными для нас. На премьере фильма «Азорь здесь тихий» были Ульяна Женц и Полина Марасанова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова